МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Профессия врача – это подвиг, она требует самоотвержения, чистоты души, чистоты помыслов, не всякий способен на это. Так сказал знаменитый земский врач Антон Павлович Чехов. Люди этой профессии действительно удивительные по своей натуре. Люди сегодня, мы в этом с вами удивимся, потому что рядом со мной на проспекте присутствует молодая, перспективная, подающая большие надежды в нашей якутской медицине, и не только врач-ареаниматолог, анестезиолог Республиканской больницы номер один Национального центра медицины Альмира Слешникова. Альмира, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в детстве у каждого была своя голубая мечта. Кто-то космонавтом, как всегда, мечтали быть, кто-то врачом, в итоге выучился и стал продавцом, как поется в одной из этих песен. Как путь к врачеванию пришел к вам, скажем так, как вы его обрели вообще? Путь к врачеванию у меня, в принципе, довольно был прост, потому что у меня многие мои родственники, моя мама, например, она врач, высшая категория отличная на правоохранение, мои тети, многие они тоже медики, врачи с высшими категориями, поэтому у меня даже не вставал вопрос задней мысли, кем бы стать в будущем и чему посвятить себя. То есть это, получается, просто продолжили династию, а вообще варианты какие-то были? Может быть, сами родители вам предлагали быть не врачом, например? Абсолютно не рассматривалось. Не было, то есть вот один вариант. Ну, далеко не секрет, ведь многие же знают, чтобы стать врачом уже, начать практиковать, нужно 6 лет учиться, если я не ошибаюсь, да? Пока 6 лет. 6 лет учиться и еще 3 года, ну, такой практики, ординатуру, как правильно называется. Ну, сейчас меняют, да, Министерство здравоохранения сейчас будет менять политику относительно своего послевузовского образования. Но пока на данном этапе идет 6 курсов образования при университетах и дальше уже идет специализация. У кого-то она идет короче, как интернатура, у некоторых ординатуры. Ну, вот 9 лет практически прошло для того, чтобы это просто посвятить время учебе. Или вот ни разу не пожалели, вот что, нет, наверное, это я зря пошла, потратила 9 лет, не буду больше быть врачом. Ну, жалеют обычные люди, которые много сомневаются. Выбор моей профессии подразумевает под себя четкое знание своего дела, быструю реакцию и, естественно, это самоотверженность. Потому что анестезиолог, реаниматолог, не только, по моему мнению, но и всех других специальностей медицины, это самая сложная специальность. Ну, вот как раз-таки вопрос о специальности, а почему... Папа, папа. Ой, нет, тихо-тихо. А почему все-таки реаниматолог? Ну, вот само по себе реанимация, это же что-то сложное, серьезное и, ну, достаточно тяжело, наверное, не каждый врач даже, ну, способен вынести такую работу. Не каждый, да. Да, почему не окулист, предположим? Там все-таки, ну, более спокойная работа, наверное, в кабинете все время. Ну, здесь уже в первую очередь зависит от личности, наверное, своих каких-то характеристик, у которого есть человека. А темперамента зависит. Каждый по себе выбирает. Многие становятся терапевтами, кто-то идет в поликлинике, кто-то остается в стационарах, а кто-то, как я, идет на передовую. А помните свой первый день, когда пришли на работу и вас коллектив встречал? Как это все вообще происходило? Это было довольно интересно, потому что не каждый раз тебя приподнимают с насиженного места и говорят, знакомьтесь. И с каждым тебя надо будет познакомиться и запомнить каждого имя, отчество обязательно. Но опыт сразу начали передавать или просто есть такие люди, которые думают, ну, по такой, ну, вообще живут, я вот сам накопил и не буду делиться опытом. У вас так было или, наоборот, все, что они накопили, это же все-таки медицина, вам все передали по возможности. Ну, по крайней мере, сейчас я попала в коллектив очень хороший, перинатальный центр отделения анестезиологии, реанимации, акушерства и гинекологии. Прекрасный коллектив, старшие коллеги мне всегда помогают, я это очень ценю и уважаю. Ну, вот как раз-таки к старшим коллегам, несмотря на ваш молодой возраст по меркам врача, да, вы уже среди коллег завоевали достаточно хороший авторитет, скажем так, доверие. Ну, каким образом? Ну, нет, я же когда искал молодого врача, мне вот кого, а бы кого не посоветовали, сказали, вот это, хороший специалист, да. Хорошая реклама всегда полезна. Главный профессионализм, да, работать, работать, знать свое дело и, конечно, суть медицины заключена в этом, помогать больным. Знакомый вам Гиппократ, и не только вам, да, врачам, когда-то сказал, что врач это философ, ведь большой разницы практически нет между мудростью и медициной. Как вы вообще разделяете точку зрения? Мудрость и медицина. Мудрость приходит с опытом, и медицина – это наука, которую учим по учебникам, и потом осваиваем ее на практике. Поэтому, ну, я не сравню себя с Гиппократом, мне до него далеко, поэтому его мысли принимаем за правду изначальности. А вот из ваших однокурсников, с которыми вы учились, кто-то сейчас рядом с вами, ну, близко работает, может быть, отделение ваше? В моем отделении, например, нет. В моей специальности пошло человека три, по-моему, с моего, с моей группы. А так, в принципе, я встречаю многих, которые по смежной специальности работают. Ну, считается, что врачи, люди суеверные, вы вообще своеверны? Многие врачи, да, и суеверные, и религиозные. Это выбор и право каждого человека. Относительно себя абсолютно нет. А вот так, как друзья относятся вообще к выбору вашей профессии? Нормально. Нормально к вам обращаются тоже, наверное, ну, как обычно, за помощью, за советами, каким-то медицинским. Ну, если бы я была окулистом, возможно, вы обращались. Чаще бы, да? Да. Боюсь, у меня специализация намного более крайних, неотложных состояний. И такой вот еще вопрос. Каждому человеку, вне зависимости от профессии, свойственны какие-то страхи? Чего боится врач-реаниматолог, анестезиолог? Не обязательно связанных с профессией, а вообще в целом. Может быть, профессиональные какие-то страхи? В целом особо страхов нет. Есть, наверное, один простой профессиональный страх – это неспособность вытащить пациента из тяжелой ситуации. Вот это, наверное, единственный страх. А когда пришли только в отделение реанимации, наверняка страхов было больше или нет? Или просто сразу пришли и поняли, вот это все мое, я ничего не боюсь. Главное, чтобы кинуть все вот эти вот мысли, которые мешают. Страх и сомнения есть всегда. Они на протяжении всей жизни, мне кажется, нормально, адекватно расценивающего свои знания человека будут преследовать. А так главное – никогда не унывать и стараться сохранить здоровье. Большое спасибо, Альмер, за то, что пришли. Рассказали нам, было достаточно интересно, познавательно. Вам спасибо. Вам успехов в вашем начинании, ведь вы только действительно начинаете сейчас свой путь по медицине. Большое спасибо. Дорогие телезрители, не так давно российский производитель медицинских аппаратов Елатомский приборный завод был награжден дипломом доверия потребителей, знаком высококачественной работы и показателем надежности продукции. Сегодня у нас в гостях представитель завода Елатомского по изготовлению аппаратов медицинских Денис Малышев, врач, ортопед, травматолог. Денис, здравствуйте. Я уже сказал о том, что диплом доверия потребителей говорит о том, это уже факт, о том, что приборы Елатомского приборного завода действительно пользуются спросом и доверием среди населения. Почему все-таки так? Ну, как говорится, простота, надежность и доступность – вот секрет успеха, скажем так. Ну, и также данный аппарат широко используется, ну, 80% медицинских учреждений в России вот данные аппараты вот работают. Также их вот очень хорошо применять, также вот в домашних условиях, сами пациенты, как говорится, сами больные. Вот и фактор успеха, скажем так. Привет. Ну, вот с собой сегодня принесли какой-то аппарат. Расскажите, что за аппарат, при каких заболеваниях его можно использовать? Значит, это у нас аппарат Алмак-01 в данном случае, аппарат импульсно-магнитной терапии. Вот, простота и надежность, ну, вот простота, да, 4 магнитных индуктора на гибкие цепки, вот, и посредством них и возникает магнитное поле определенное. Ну, применяется это при хронических остеохондрозах, артритах, артрозах, гипертонические болезни, также вот, ну, сосудистые заболевания. Ну, в данном случае, да, можно. Да, конечно, можно. Ну, вот у меня, кстати, спина иногда бывает побаливает. В домашних условиях можно, да, использовать? Да, конечно, в домашних условиях можно использовать. Значит, его воротниковые зоны, если вот, унижение остеохондроз, да, если беспокоит, например, локоть, да, вот, взяли, просто положили, и все, да. В данном случае... Он уже работает, да, лампочки моргают? Да, он уже вот работает, лампочки моргают, ага. Также у него есть индикатор, который вот приложим, да, и показывает то, что он работает. Вот и все. То есть вот отсюда, да, вот оно работает. А противопоказания вообще-то имеются? Ну, противопоказания – это онкология и острая вот бутонная инфекция, вот, как говорится. Вот и все. На чем основаны вообще лечебные свойства аппарата? Лечебные свойства аппарата основаны на том, что при данном аппарате вырабатывают импульсно-магнитные поля, которые проникают вот в места воспаления, отеков, и снимают данное заболевание. А как он устроен аппарат? Вроде бы достаточно такой легенький, простой и в то же время помогает при различных заболеваниях. Да, конечно. Вот именно вот секрет тех вот магнитных индукторов, которые вот данное магнитное поле и генерируют. Он очень прост в том плане, то, что его главное, вот, надо включить в розетку, скажем так, да, программа полностью уже выведена, работает сам 20 минут и сам же выключается. То есть ничего там засекать и так далее не надо. Все очень просто. Курс от 15 до 20 дней. После полного курса, значит, обязательно надо, ну, как говорится, отдыхать, да, от полутора до двух месяцев. А с коленными суставами тоже, да? Да, с коленными суставами точно так же. А с коленными суставами там какие заболевания? Артроз коленного сустава, артриты, ну, гонартроз в данном случае, в любой степени. Постоянное использование Алмага-01, ну, профилактическое использование, могут сделать хронические заболевания, нет такой большой проблемы, скажем так. Вот и все. Этому рекомендуется делать перерывы, да? Да, рекомендуется делать перерывы. И обычно больные сами знают, ну, периоды обострения своих хронических заболеваний, когда вот этот период, ну, сезонности, скажем, ну, это время для профилактики можно использовать. Ну, наш следующий вопрос будет как раз-таки, какие еще аппараты производит завод Елатомский. Ну, у нас сейчас будет реклама, после чего, дорогие телезрители, мы обязательно продолжим, поговорим о других приборах медицинских Елатомского завода. Я напоминаю, что сейчас сегодня наша тема посвящена здоровью, поэтому смотрите нас обязательно, не пропустите наш эфир. Сейчас пока у нас реклама, после чего мы вернемся. Добрый день, дорогие телезрители. Я напоминаю, что сегодня рядом со мной на проспекте Денис Малышев, врач-ортопед-травматолог. Сегодня мы говорим о приборах Елатомского завода. Как раз-таки напоминаю, что этот завод получил теплом, доверие потребителям. Мы продолжаем говорить, мы говорили о приборе Allmak-1, а теперь хотелось бы поговорить, какие другие еще аппараты, помимо Allmak-1. Ну, у меня сразу был такой вопрос для самого себя, когда я узнал Allmak-1, значит, есть Allmak-02, наверное, да, как раз-таки вот этот тот случай. Allmak-1, также Елатомский приборный завод выпускает также вот аппарат магнитной терапии Allmak-02, вот, он, скажем так, более мощный аппарат, ну, и вот его также используют в больницах, лечебно-профлочистских учреждениях, и также его можно использовать тоже дома. Вот, у него 79 программ уже поставленных, вот, и несколько излучателей магнитного поля, и более мощный он тем, что глубина проникновения магнитного поля более глубже, чем нежели Allmak-01. И благодаря вот нескольким излучателям можно воздействовать сразу на нескольких, на нескольких частей тела. Вот, в данном случае там набирается, в инструкции очень подробно и понятно описано, при каких заболеваниях, значит, использовать ту или иную программу. Легко настаивается, и прямо там показано, куда накладывать, как накладывать. Человек, то есть, положил вот излучатель, поставил нужную программу, пусть нажал, как говорится, и всё. Он намного больше, да? Ну, да. Относили у него 89 программ, да? Да, ну, да, он намного больше будет, ага, ну, также удобный. Вот, ну, он на таких серьезных заболеваниях, как коксоартроз, да, вот, ну, или, значит, артроз тазобедренного сустава, да, также более такие сосудистые заболевания, конечности, вот такие вот. А вот если мы будем говорить всё-таки о заболеваниях головного мозга, там, инсульт, вегрения, какие аппараты можно вообще использовать? Да, вот, да, вот, да, то есть у нас тоже есть вот аппарат, называется он Диамаг, вот, и более вот, более полутора лет уже выпускается, и также его очень активно используют для лечения вот во многих сосудистых центрах России. Вот, он также направлен на магнитный импульс, направлен на восстановление именно вот, кровообращение и так далее, вот, головного мозга. Его также можно использовать дома, поскольку лечение, ну, реабилитационно восстанавливающее лечение после инсульта бывает достаточно долгим, вот, и тяжелым, как для самого больного, так и для его близких. А тут в домашних условиях его тоже можно применять. Ну, вот, в завершении нашей беседы хотелось бы, конечно, поинтересоваться, где можно будет приобрести такие аппараты. Да, конечно, можно приобрести в аптеках товары для здоровья, Сахамедлайф, Сахамедсервис, также вот в сети аптек Рослейк, социальная, Радуга и семейная. Ну, и хотелось бы озвучить еще телефон, горячая линия 8 800 200 01 13, поэтому, дорогие телезрители, остается только добавить, доверяйте лучшим и будьте здоровым. Да, большое спасибо, Денис, что пришли, рассказали нашим телезрителям. Хотелось бы сказать, что, пожалуй, самое главное и важное, что есть в нашей жизни, это, конечно же, наши дети. И поэтому хотелось бы сегодня поговорить о том, как сделать так, чтобы дети росли здоровыми, а родители оставались здравомыслящими. И на этот сложный, наверное, вопрос ответит нам Маргарита Ивановна Самсонова, главный врач детской городской больницы, доктор медицинских наук. Здравствуйте, Маргарита Ивановна. Ну, хотелось бы вообще тему посвятить наш разговор такой тематике, как страхи и заблуждения, наверное, родителей. Но перед тем, как мы к ней перейдем, все-таки такой простой вопрос, самый первый. Вот какие, наверное, с какими заболеваниями чаще всего на стыке весенне-летнего сезона обращаются к вам в больницу? С каким заболеванием? Сейчас уже везде становится тепло, поэтому активизируются и различные бактерии, и поэтому сейчас довольно часто будут болезни именно кишечной группы заболеваний. Это могут быть просто функциональные расстройства, могут быть даже кишечные инфекции, и поэтому особое значение будет приобретать гигиена. Нужно детям рассказывать о том, что в мире существует несколько сот разных бактерий, которые очень неплохо сохраняются не только во внешней среде, на ручках дверей, везде в общественных местах, допустим, в автобусе, вообще даже на столах, на всех поверхностях есть бактерии, которые, они попадают в организм человека именно с грязными руками. Не зря вот они вот так вот называются. Поэтому дети, приходя с улицы домой, обязательно должны мыть руки, а желательно еще и лицо. И лучше всего сменить одежду. А вот стоит ли говорить о том, что вот только ребенок чихнул буквально, да, или насморк какой-нибудь банальный, ну что-то несерьезное, может быть, температура слегка понялась, сразу нужно бежать в аптеку что-то покупать, либо звонить врачам? Ну, это зависит, да, от общего состояния ребенка. С малышами, конечно, лучше всего сразу вызвать врача. Но если более старший ребенок, то, в принципе, можно, родители должны знать о том, что, допустим, частое теплое питье, причем питье, допустим, теплое молоко с медом, с лимоном, употребление чеснока и так далее, это все тоже не только профилактика, но еще и лечение таких банальных простудных заболеваний. Вот, и тот же самый чеснок нюхать, это тоже очень неплохо. А лекарства желательно, чтобы назначал только врач. А если вот ребенок будет болеть, ну, скажем так, ну, не то чтобы часто, но такими простыми заболеваниями и легко переносимыми, можно сказать, что он тем самым накапливает иммунитет? Да, дело в том, что у детей до 6 лет на самом деле своего иммунитета практически нет. Оно вырабатывается со временем, и причем вырабатывается, если ребенок переболевает такими вирусными заболеваниями, да? Вот, он как бы тренирует свою иммунную систему, а до этого у него только защита от мамы, если мама его кормила грудью. Вот, а потом, значит, ребенок с возрастом вот начинает вырабатывать свой иммунитет, поэтому у детей до 6 лет, в принципе, даже до 10 раз в год, банальное ОРЗ, это, в принципе, норма, и это не должно сильно пугать родителей. Потом ребенок вырастет и станет очень здоровым, хорошим человеком. Ну, вообще, на самом деле, вот, все, что связано с детьми, можно говорить долго, но время у нас в эфире не так много, поэтому, пожалуй, к самым таким, может быть, интересующим меня вопросом, ну, и не только меня, телезрителям, да? А вот стоит ли вообще ограждать детей от домашних животных? Какие вообще инфекции они могут передавать? Некоторые родители просто действительно категорически, вот, в доме ребенок все, нет никаких животных, а кто-то к этому. Ну, есть животные, есть ребенок, ничего страшного. Ну, в принципе, действительно, но если домашние животные только свое и содержатся в хороших условиях, то чаще всего можно не бояться, но при этом, в общем-то, такие домашние животные могут быть, как бы, носителями бактерий, которые могут вызывать у детей тот же самый лишай, какие-то кишечные инфекции и так далее, поэтому, опять-таки, важна гигиена, мытье рук. И чтобы эти кошки, собаки не царапали ребенка, потому что так тоже может передаваться, ну, то есть защищать детей все-таки имеет смысл, да? Опять-таки, к гигиене. Опять же, к гигиене, да, мы возвращаемся. А вот, если совсем маленьких детях использование подгузников вообще вредит здоровью? Ну, подгузники, это, конечно, это самое, в принципе, это неплохо, но желательно какое-то время оставлять ребенка без подгузника. Если куда-то собирается, конечно, малышу одевается, но раньше же наши дети росли без подгузников, и это было нормально. Ну, да, поэтому современные люди, они думают, это же хорошо, а дело все достаточно просто, да. Вот, лучше все-таки давать какой-то перерыв. Постоянно содержать тепли, особенно мальчика, это не есть суперхорошо. Но, опять же, возвращаясь к вопросу научного прогресса, который не стоит на месте, сейчас очень много интернета, планшетов, телефонов, мультфильмов, в которых раньше, если раньше мы их с нетерпением, как сейчас, помню, сидели и ждали спокойной ночи малыши, то теперь просто включил пульт, взял пульт, включил телевизор, и целый день мультики идут и идут. Как вообще, сколько времени нужно вот уделять? С какого возраста, чтобы родители включали мультики? Насколько вообще, может быть? Нужно ли это? Ну, детям дошкольного возраста 15 минут в день, пожалуйста. Всего лишь в день? Да. Детям более старшего возраста можно 30 минут, в течение 45 минут, но с перерывами. 15 минут посмотрел, походил, побегал, а потом еще раз включаем, потому что это на самом деле действительно нагрузка и на головной мозг, на органы зрения, и дети очень быстро привыкают к этому, да? Да, вот поэтому очень даже важно ограничивать время, обязательно ограничивать время. Часами сидеть, это очень вредно. И сейчас почти на одном из первых мест, это ухудшение зрения у детей. Да, с этим очень сильно связано. А насколько вообще важно детей социализировать, и с какого возраста нужно начинать, чтобы он не был замкнутым, то есть начать. Опять же, мы возвращаемся к тому, что многие боятся заболеваний. Вот он пойдет с другими детьми общаться, подцепит обязательно какие-то заболевания, болячки. Ну, после 3-4 лет, в принципе, детские дошкольные учреждения, но 5-6 лет нужно обязательно детей социализировать. А вот от этой темы отойдем, и вот к общей теме именно медицины, да, вот детской. Как сейчас у нас вообще дела обстоят вообще с медициной? Вообще в нашей стране дела с медициной обстоят очень даже хорошо. И вот в этом году наш министр здравоохранения России, вот она избрана с председателем Ассоциации Всемирной Организации Здравоохранения. Это очень большое доверие, это говорит о том, что в России действительно по многим показателям мы одни из самых лучших в мире. Такое вот один раз, это избирается каждый год, вот председатель самой большой Всемирной Ассоциации Здравоохранения, да, ежегодно избирается. Только в 62-м году было. И вот сейчас вот нашу Веронику Игоревну Скворцову избрали, это очень большая победа всей медицины. А по нашей республике, вот я работаю 36 лет врачом, а и за всю жизнь, во-первых, вот как сказала Альмира тоже, вообще ни разу не пожалела, это очень хорошая специальность, да, а сейчас вообще как бы вызывает очень большое восхищение, уважение, гордость, как развивается наша медицина в нашей республике. Особенно последние годы, за 2016 год столько всего сделано, например, да, в медицине нашей республики. Очень большие достижения, и очень приятно, что мы одни из лучших, даже самые лучшие на Дальнем Востоке и одни из лучших по России. Большое спасибо. По многим показателям, да. Действительно, дети, как я уже в самом начале сказал, это лучшее, что у нас есть, поэтому благодаря вам, благодаря вот Альмире, то есть вообще всем врачам, мы вам благодарны, да, за то, что вы поддерживаете нас и здоровья наших детей в хорошей форме. Большое спасибо, что вы посетили наш проспект. Дорогие телезрители, хочется сказать, что время в нашем эфире заканчивается, остается добавить только одно, что программа «Проспект. Весна» продолжит свою работу завтра. Смотрите в это же время на наших каналах. Всего вам доброго и будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok